Ударим стальным молотком по мракобесию и безграмотности Панис Ардисламов, геолог, создатель проекта с геологом на выходные Кандидат геолога минералогических наук И мы с ним на Среднем Урале у подножия горы Карандаш Всем известной горы, которая в интернетах прославилась тем, что ее называют Самой древней горой на Земле, ну как минимум на Урале Пишут многое, пишут, что ее порода израндит имеет возраст почти 4 миллиарда лет Это всего на 300 миллионов лет свежее, чем сама планета Земля И много еще всякой ерунды Все бы ничего, да недавно я нашел на сайте Государственного комитета по архивам Челябинской области эту информацию И с этим мириться никак нельзя Поэтому Панис любезно согласился со мной съездить за 400 километров от Уфы на эту гору Сходить на маршрут, подержать в руках, отколоть молоточком кусочек израндита Ну и ответить на вопросы, правда ли, что эта гора самая древняя на Урале Пару слов о том, где мы находимся, куда приехали Мы на самой южной оконечности Среднего Урала У подножия горы Карандаш, как я уже говорил по такой лесной дороге Здесь валили лес, жгли древесный уголь, когда раньше было производство Чугуна Титаномагнетит добывали Титаномагнетит здесь добывали И эта гора, она была бы совершенно ничем не примечательна Если бы здесь в 60-е, по-моему, годы, в середине прошлого века Не нашли вот этот материал, породу израндит Которая достаточно древняя Но я думаю, Фанис попозже подробнее про нее расскажет Я не буду в эту лесть со своими профанскими знаниями И вот потянулась сюда бесконечная череда любителей всевозможных рекордов Жареных фактов, альтернативно одаренных личностей, которые любят какие-то места силы Поэтому, чтобы ответить на эти вопросы И, так сказать, привести к какому-то более научному пониманию этот вопрос Мы решили съездить и снять этот фильм Фанис, слушай, давай поговорим с тобой про геологию, пока мы с тобой идем Мы сейчас попытаемся изобразить, как ты сказал-то Будни полевого геолога, то есть геологический маршрут Мы с тобой из точки А идем в точку Б Точка Б у нас является гора Карандаш И по ходу нашего маршрута мы с тобой будем описывать геологию Через каждые 500 метров Так сказать, это будут геолого-съемочные работы Это то, чем занимаются геологи в 21 веке, вот как это работает, да? Это до сих пор так? Чем занимаются полевые геологи, геолого-съемочные работы, когда ведутся Когда составляются геологические карты местности Но это вот прям до сих пор так происходит, да? Да, до сих пор Как и в 18 веке, в 19, 20 Ну, в 18 было немножко все посложнее Сейчас у нас есть навигаторы, есть хорошие молотки, снаряжение, одежда Более такой, как бы, мы более экипированы, чем... Принцип сам работы не изменился Принцип такой же, да То есть мы идем по нитке маршрута Отбираем образцы горных пород Описываем их Если необходимо, берем пробы На минералогический, допустим, анализ Или на определение возраста То есть я так правильно понимаю То есть ты идешь, собираешь рюкзак камней А потом приезжаешь себе в кабинет Все это сваливаешь и начинаешь обрабатывать Да, все верно А ты же, получается, много лет провел Полевых работах, да В поле на Южном Урале Ты в каком районе специализировался, работал? Я в поле, можно так сказать, провел 14 лет Пока работал в структуре Российской Академии Наук В Институте Геологии И основное, можно так сказать Район работы, это в основном Белорецкий То есть Самый горный, самый высокогорный Самый горный, самый таежный, дикий Мы примерно 5 лет работали На территории Южноуральского государственного природного заповедника Там, где на сегодняшний день Практически не ступает нога человека Там, где тайга тайгой Самая натуральная Что искали? Мы вели геолого-съемочные работы То есть, составляли геологическую карту данной территории Там есть что-нибудь ценное? В этих горах? Кроме щебня? Или об этом нельзя говорить? С точки зрения полезных ископаемых Об этом нельзя говорить А с точки зрения науки Это очень ценный регион И там очень много интересного материала Такая замечательная дорожка Идет в горе Если у вас хорошая машина То можно вполне подъехать аккуратненько Совершенно ничего не имею против Езды по листым дорогам на машине По-моему, это Листые дороги именно для этого и созданы Главное их не месить И не прорубать объезды Через лес Потому что это тоже начинается полный трындец Помимо всего прочего Я уже упоминал Фанис создал проект Научно-просветительский С геологом на выходные Я извиняюсь, буду тут постоянно комаров убивать Потому что они жрут очень сильно Классный проект Ну, я думаю, сейчас там сам расскажут про него Мой проект называется Выходные с геологом Его главная цель Это популяризация науки В частности, геологии Популяризация геотуризма И самостоятельного автопутешествия Именно в первую очередь семейного Я организовываю экскурсии На геологические природные объекты Наиболее интересные С точки зрения Рассказать Пощупать Потрогать Увидеть Куда, например? Ну, например Самые известные наши шаханы Сколько стоит? Сколько возишь? И как к тебе попасть? Давай сделаем тебе небольшую рекламу сейчас На благо научпопа Ну, попасть ко мне можно Через инстаграм Аккаунт Мы оставим ссылочку Это самый простой способ Сколько стоит? Всегда По-настоящему сейчас Все по-разному Вот Но В среднем Ценовая категория Это Тысяча рублей Все зависит от того Куда мы едем Какая у нас программа будет На этом выезде Ну, я так понимаю Что с детьми К тебе вообще классно ездить? Самый лучший вариант Когда Со мной едут Дети В общем, ребята Если хотите Провести выходные С пользой И интересом Для детей И для себя Это один из классных вариантов Я сам хочу С Фанисом Съездить куда-нибудь Ну, не вот так вот А вот Туда, где он был И того же Все знают Классные места Под таким камнем Лежит трилобит И все такое Ну, я думаю Подожду, когда Катюха маленько подрастет Чтобы ей там тоже было интересно Через пару лет Про медведей Как бы Очень многие Ну, там спрашивают Ты вот геолог Там В полях работаешь Видел ли медведи Ну Вживую Видел, но вдалеке А в основном Как бы следы А вот Из рассказов Коллег-геологов Которые работали Там В Сибири Там вот Разные ситуации Бывают такие То есть Маршрут геологи Уходят обычно парой Два человека Вот как мы с тобой И В начале маршрута Всегда обычно Идут Разговаривают Чтобы вот Животное Оно пугается Разговор Когда слышит шум Оно уходит Да Обозначает Своё присутствие А тут Ребята Ну, как ребята Там Геологи Взрослые Чуть-чуть Устали разговаривать Идут В тишине Ну, вот Решли где-то там Порядка Получаса Высокая трава Под 2 метра Ростом И Они сами не заметили Как Зашли В малинник Вот И первый человек Который шёл Он лобом Столкнулся С медведем Медведь Сам испугался Встал На дыбы Чтобы Развернуться И бежать Но В этот момент Он Своими Длинными Когтями Просто-напросто Распорол Всю одежду На геологе Поцарапал ему Тело И Лицо И С разворота И дал дёру Геолог Тоже Развернулся Ну, когда Столкнулся С таким Хомяком Вот И тоже Дал дёру Бежал Несколько километров Даже не замечая Того Что Он Весь Раненый Уже Потом Это он сам рассказывал Или вот товарищ Это он сам рассказывал Вот То есть Ну Ему повезло Ему повезло Да Пару сантиметров И уже не добежал Да И Ему повезло Что Когти Неглубоко То есть Раны Неглубокие Были То есть Это были Такие Ну Можно сказать Поверхностные царапины Да Там шрамы остались Но Не сильно Один удар И головы нету Друзья Всегда В медвежьих местах Обозначать Своё присутствие Самая опасная ситуация Это Выйти на медведя Неожиданно Он может и не хочет Вас убить Но у него не останется Никаких Поводов Не сделать это А потом Уже разбираться Кто это был Геолог Или охотник И самый главный вопрос Который мучает Наверное Всех Уральские горы Древние горы Или нет Самые древние На планете Но Победим смотри Вы всё врёте Учёные Это наверное Самый интересный вопрос Считается Что уральские горы Они Их формирование Многоэтапно То есть Пять этапов Самый Такой Вот Знаменитый этап Когда сформировались Непосредственно Материнские Такие Структуры Уральских гор Это естественно Пермский период 250 миллионов лет Тому назад Когда у нас Столкнулись Западно-Сибирская И Восточно-Европейская Плита Но Потом Произошло Ихнее разрушение Где-то частично А где-то полностью Примерно 100 миллионов лет Тому назад Даже было море Которое Соединялось Соединял Восточно-Европейскую Плиту И Западную Сибирь То есть Был какой-то Перешейк И вот Последний Финальный этап Он Характерен Где-то Примерно 50-20 миллионов Лет Тому назад Именно В это время Считается Что Сформировались Те самые Уральские горы По которым Мы так Любим Гулять Бродить Фотографироваться То есть Уральским горам Всего 30-50 миллионов лет Ну Условно Говоря Да Вот образованием Которые Вот сейчас Высятся на горизонте Да То есть Это нифига На самом деле Немного Есть же более древние горы В России Ну Есть Те же самые Алтай И Саяны И В районе Байкала Байкалиды Как называемые Вот Но Просто Все эти древние горы Они тоже Претерпели Процессы разрушения И Уже Не выглядят так Как они Выглядели Первоначально В тот момент Когда они образовались То есть Чтобы горы Выглядели Новенькими И остроконечными Они должны быть Молодые Денудация Да Называется Процесс разрушения Гор Денудация Не дремлет А что ты имел ввиду Когда сказал Что Вот этот первый этап В некоторых местах Частично разрушились Горы То есть Где-то есть Все-таки Горы Первого этапа Какие-то вершины Или там Хребты Сохранились Вероятнее всего Наш Северный Урал Как раз И представляет Из себя Те первичные Уральские горы Северный Урал? Да Ну это вот Район Я имею ввиду Там Пайхоя Раис Вот это А уже Заполярный Урал Заполярный Да Урал А вот Наш Южный Урал Он Конечно же Претерпел Значительно Более сильное разрушение Динудационное И потом уже Вторичное Горообразование Мы почти пришли Потом уже будет не до этого Хочу спросить Вот Напоследок Такую Отвеченную темку Как ты считаешь Осталась ли Романтика В геологии В 21 веке Ну вот допустим Кто-то сейчас Из молодых Нас вдруг посмотрит А он хочет стать Геологом Или там грезит О романтике Путешествий Походов Есть ли в этом Смысл сейчас В 21 веке Как ты считаешь Ну Сама профессия Геолога Она Мне кажется Не утеряла Романтики Да Современный Геолог В большей степени Это Офисный Сотрудник Который Сидит В кабинете И Проводит Работы По Обработке Геологического Материала Который Приходит Из Различных Месторождений Объектов Или даже Инженерно-геологических Работ А Вот так вот Что Говорить Что Там романтика Все ее нет Ну это неправильно Есть Очень много Организаций В которых Геологи Также Вот В маршруте На природе Работают Выезжают В экспедиционные Выезды На Несколько Там Дней Некоторые Даже На месяц Уезжают Скажи мне Все нашли Уже в России Или нет Или есть Что искать Нет Не все Нашли Еще есть Что искать Еще Есть Так сказать Белые дыры На геологических Картах Есть Еще Место Для Подвига Геологического Да Да Для Первооткрывателей Есть Еще Места Не так Много Как Это Было Допустим В 60-х Годах Но Хватит Но Они Наверное Самые Такие Труднодоступные Ну Да Естественно Это Уже Наиболее Отдаленные Объекты Территории Там Где Требуется Вертолетная Заброска Как Минимум Наверное Все Мы Подошли К подвершину Здесь 150 метров До вершины И вот Смотрите Накатали Уже Дорогу Туда Похоже Это Конечно Очень Плохо Хотя Было 150 метров Можно Было Не ездить На своих Квадроциклах А Дойти Пешочком Мы Так Никогда Не делаем Потребительские Отношения К природе Горам Идет Дорога Квадроцикла Прямо На вершину 100 метров Людям Пройти Влом С такими Любителями Природы И врагов Не нужно Помимо камня Вот он Настоящий Геолог Сейчас Сходим На вершину А потом Будем Исследовать Образцы Вот она Вершинка Тренингуляционная Вышка Здесь стоит Такая И достаточно Много скальных Выходов Сейчас мы Будем Исследовать Мы на вершине Она такая Открытая Здесь Даже Видно Крайню точку Южного Урала Гору Юрма Сейчас Я ее Покажу Вот она Виднеется Гора Юрма И Вот Это Так называемый Чертовый Скажем людям Что за гора Вообще Такая Какая у нее История Гора Вот сама По себе Вот вершина Мы с тобой Сидим Она ничем Не примечательна С точки зрения Туризма Есть намного Интереснее Вершины Вокруг Привлекла Она именно Геологов Потому что В 60-х годах Здесь нашли Горную породу Которая Немного Была Нехарактерна И геологи Заинтересовались Начали ее Изучать Изучение Пришло к тому Что Проведя Исследование По определению Возраста Данных пород Чтобы Их Присоединить Ну Приурочить Каким-нибудь Уже известным Геологическим Объектам Выяснилось Что Абсолютный Возраст Для Этой горной Породы Соответствует Отметке 4,2 Десятых Миллиарда Лет Что Естественно Ну Просто Такой Нонсенс С точки Зрения Геологии Именно Южного Урала В дальнейшем Геологи Описали Эту Породу И Назвали ее Израндит В честь Речки Изранда Которая Протекает У подножья Вершины Горы Карандаш Слушай А вот еще вопрос Ну Ты говоришь 4,2 Миллиарда Лет Ну Я вот Где-то Читал Что Это Ну Такая Достаточно Оптимистичная Очень Оценка Что Вроде Как Вероятность Того Что Такая Древняя Не Такая Высокая Могли Быть Ошибки В датировке Помоложе Да В действительности Потом Начали Уже Более Детально Изучать Геологи Феномен Данной Горы Данных Горных Пород Провели Описание Непосредственно Порода Израндит И Дальнейшие Проводили Исследования По определению Абсолютного Возраста Уже Другими Методами То есть В начале Уставили 4,2 4,2 Да Офигели Вот И Не поверили Просто На 60-х Не поверили Просто Напросто Этой Датировки И Решили Что Надо Перепроверить Вот Последующие Цифры У нас Есть отметки В 2,3 Десятых Миллиарда Лет Есть отметка В 3,7 Десятых Миллиарда Лет И Сейчас Одним из Самых Таких Наиболее Точных Методов Датировки Это 3,3 3,5 Миллиардов Лет Это Много? Ну Для Урала Это Да Это тоже Много Потому что Средним Возраст Горных пород Которые у нас Слагают Урал Это Примерно 2,2 И Два Десятых Миллиарда Лет То есть Это Тот же Массив Таганай Вот Кварцитопесчаники Которые Слагают Вершины Там Горы Круглица У них У них Возраст 2 Миллиарда Лет То есть Если 2 Миллиарда Лет В принципе Это Нормально Для Урала Для Некоторых Вершин Да Это Нормально А Вот Большинство Вершин Какую Имеет Древность Ну Если Мы Берем Чисто Башкирию То У нас Отметки В 1,6 Миллиардов Лет Есть Ну Допустим Хребет Машак Это Отметки Примерно Вершины Там Где Вот Дунан Сунган Недавно Ты Гулял То Это 1,3 Миллиарда А самые Молодые Какие В миллионах Ну Наши Пермские Отложения Это Те же Самые Шихан Это 280 Миллионов Лет Прямо Это Вчера Ну Да С точки зрения Геологии Да Это Совсем Недавно Образовались То есть Если Брать Именно Урал Белорецкий Район И Стрельтамагский Район То Шихан Это Позавчера Порода Израндита Это По сути Магматические Горные Породы Которые Претерпели Изменения Высокотемпературные То есть Это Вулкан Был Да Это Излияние Магмы Было На поверхность В виде Базальтов Можно так сказать Это Горные Породы Которые Близкие Базальтов Но За Свой Вот этот Долгий Долгие Годы Существования За эти Три Миллиарда Лет Будем Ну Три С половиной Миллиарда Лет Будем Условно Брать Эту Точку Они Претерпели Большие Изменения В результате Давления В результате Различных Преобразований Потому что Соседствующих Тут Могли Внедряться Какие-нибудь Вулканические Тела Интрузивные Тела То есть Это Подземные Магматиты И Влиять На Горную Породу Израндит Которая Изменялась А вот Получается Там Большое Содержание Титана Магнитит Титана Да Ну Здесь Не Такое Большое Содержание Будет Как Допустим В районе Поселка Александровка Где Открыты Были Крупные Титана Магнитит Месторождения Которые Приурочены Тоже К Магматическим Телам У них Возраст Чуть Поменьше Они Там Примерно От Миллиард Триста До Двух Миллиардов Лет Вот В этот Период Они Образовались Вот Здесь В Горной Породии Магнитит Присутствует Но Не в том Количестве Как Допустим В районе Магнитки Вкусинском Он Магнитится Как ты думаешь Но Он Будет Влиять Если Поднести Компас То Влияние Какое-то Будет Оказывать То есть Стрелка Будет Отклоняться Сейчас Пойду Проверю Давай Выберем Какой-нибудь Камушек Так Смотрим Вот Стрелочка Показывает На север Нифига Так А если Вот сюда Смотрите Блестящий Камень Наверное Какой-то Металл Есть Нифига А здесь О Смотри Работает Хоп 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 А к этому Камню Не работает А Приложил Ну Я просто Не хочу Наклонять Ее Плоскость Вот В общем На одном Камне Из Пяти Это Работает Вот Он Здесь Блестит Побольше Пока Я не Шторзил Компас Надо Убрать Окей Хватит Болтать Вот Мы Геологи Мы Пришли На Объект И Что Мы Будем Делать Так Как Мы С тобой Геологи То Мы Должны Отобрать Образцы Горной Породы Сейчас Мы Возьмем Молоток Выберем Скальный Участок Так Сказать Коренник И В нем Коренник Ну Да Это Коренное Залегание Горной Породы То Нельзя Брать Какой-то Волун Который Лежит Отдельно Потому Что Он Прикатился Откуда Угодно И Это Вот Низ По Склону Да Вот Внизу По Склону Мы Посмотрим Коренники У нас Торчат В принципе Мы Можем Взять И С Румчик Есть Они Сколько Килограмм Камней Таскаешь Обычно По-разному В заповеднике Ну Приличные У нас Рюкзаки Были Мы Даже Могу Поделиться Таким Опытом Когда Были Такими Желторотыми Студентами Пошли Вот В заповеднике Работали И Была Такая Почему-то В голове Шильная Мысль Что Сейчас Будет Привал Надо Быстренько Отдать Тушенку Чтоб Ее съели Рюкзак Облегчить А в итоге Все это Переросло В то Что Кто Первый Отдает Тушенку Тот Первый Получает Образцы Это Запах Базальтов Что ты Сейчас Сказал О Запах Базальтов Запах Базальтов Да Серьезно Да Они Ну За годы Моей работы Я уже Свыксы Как они Пахнут Просто Это Вот Тема Моей Диссертационной Работы Запах Базальтов Да Я знаю Как пахнут Базальты Поиграй на солнце Смотри Как они Блестят Мне кажется Он должен Сильно Магнититься Давай проверим Магнитит ли это Или нет Ну-ка Поднеси Да Вообще Сильный Че видишь Ну По-настоящему Блестит Это Не Магнитит Это Блестит Такой Минерал Называется Клинопероксен Вот Это Основной Можно так сказать Породообразующий Минерал Данной Горной породы Вот И он имеет Такую Таблическую Кристаллическую Свою форму Вот эти вот Таблички Они на солнце Играют И отражаются Что еще можно сказать Вот это Израндит Вообще нет Вот это Израндит То есть То что мы Сейчас с тобой Видим Это Израндит Но Обнажение Можно так сказать Немного Плохое С точки зрения А смотри Тут какая-то Есть Красная Оболочка Это Корка Вот это Корка Можно отсюда Нажимать То есть Вот Мы видим с тобой Границу Видишь Четкая граница Да вижу Вот это Грубо говоря Это корка Измененной Горной породы Которая Подверглась Каким-то Преобразованием И Перекристаллизация Произошла То есть Это тот же материал Только просто Измененный Да А вот это Более темная Которая структура Это Так сказать Родная Материнская Горная порода Которая Не подверглась Вторичным Изменениям Вот Ну а Почему Плохой Израндит Ну потому что Мы хотим С тобой Отобрать Свежий Так сказать То есть Нам не нужны Вот такие Вот Окаемленные Участки Уже измененных Горных Потому что Тут Какой-то Процесс Ожелезнение Уже идет Черных Нет Вот это Бурые То что идет Мы хотим Вот именно Это значит Ружавеет Ну грубо говоря Да Значит Пойдем дальше Искать Вот это Наверное Коренник из Коренников Смотри Коренник хороший Я хочу Пройти Чуть подальше Вот Потому что Тут Вот Сильная Расланцованность Это что значит Он весь Растресканный И По этим трещинам Тоже может быть Вторичное изменение Ну то есть Где там Вода Кислород Да Да Поэтому Хочу найти Такой вот Чтоб Коренник Коренником Был Смотрите Как Одно Обнажение По-разному Звучит Геология Она немного Еще музыкальная Да Можно Наиграть Что-то Куда ударим Или пока Идем дальше Сейчас Ударим Посмотрим Нет Чуть не то Предлагаю нам Чуть-чуть Подняться Наверх И там Пройтись Понятно Я что-то не понимаю То есть Она получается Не состоит Полностью Из Израндита Это гора Нет Она не состоит Полностью Из Израндита Вот Тут есть Участки Так сказать Горных пород Которые немного Другие По своему Минералогическому Составу И по возрасту Ну и соответственно Да По возрасту То есть Этот весь массив Этот весь массив Так называемый Александровский Метаморфический комплекс Вот В котором Вот есть Небольшая Вот такая Вот вершина Это горы Карандаш В которой Есть Небольшой Участок Горной породы Израндит Который Мы сейчас С тобой И ходим Ищем Понятно Я думал Это будет Легче Ну вот Мы нашли С тобой Более-менее Чистый Образец Израндита Сейчас вот дальше Еще Его Поколотим И Возможно Найдем Более Еще Более Чистый То есть Мы вот с тобой Сегодня В геологическом Маршруте Вышли Из Точки А Дошли До Конечной Нашей Точки Нашли С тобой Хорошее Коренное Обнажение Горных Пород Берем Образец Следующий Шаг В геологии Мы Достаем Полевую Книжку К сожалению Не всегда Полевая Книжка Она У полевого Геолога Соответствует Тем Гостом Требованиям Они есть Да То есть Это Раскладная Кожаный Переплет Обычно Реальности Такие Что Мы Зачастую Использовали Обычный Блокнот Формата А5 Или А4 Значит Система Такая Правая Страница В полевой Книжке Используется Для Описания Точки Наблюдения В данном случае Вот У нас Точка Наблюдения Предвершинная Часть Горы Карандаш Вписывается Вот Как раз Так И Вписывается Ну То есть Мы Здесь Пишем Там Маршрут Номер Один Пишем Дату Сегодняшнюю Двадцатая Июля Две тысячи девятнадцатого Года Точка Номер Один Далее Мы Здесь Забиваем Координаты Икс и игрек То есть Непосредственно Точки И в дальнейшем Идет Описание То есть Мы с тобой Расположены На южном склоне Горы Карандаш До вершины У нас Примерно Пятьдесят метров Вот По навигатору Мы можем Сказать Еще и Высоту Отметку Ее записать Вот И в дальнейшем Мы Ведем Описание Именно Вот этой Точке наблюдения Номер Один Который У нас То есть Пишем Коренное Обнажение Магматических Горных Пород Пишем Израндит Под вопросом Потому что Невозможно В полевых Условиях Дать Пардон Муха Разлетел Дать Достоверное Определение Горным Породам Вот Поэтому Мы возьмем Несколько Образцов Вот Темно-зеленая Горная Порода Сильно Местами Сильно Выветрила Дальнейшем Мы ведем Описание Этой Горной Породы То есть Видны Таблички Клинопироксена Горной Породы У нас Мы можем Проверить Магнитится Не магнитится То есть Этот момент Тоже Записать Обнажение Описывается Обнажение То есть Выходы Коренных Пород Размером Высотой Примерно Тут Метра Три Четыре И В длину У нас тут До десяти Метров То есть Вот это Вот все Мы записываем С левой стороны Здесь обычно Проходит Зарисовка Обнажения Прямо Рисуешь его? Прямо Вот мы Сидим И грубо говоря Вот Как видим То и рисуем А сейчас Не проще Фотографировать? Сейчас Не проще Как бы Фотографировать Я Я рассказываю Именно Классическую Как бы Испоко Не Не Сейчас Здесь А В реальных В реальности Да Некоторые Геологи Также По старинке Как бы Зарисовывают Зарисовка Ведется Не только Как бы Художественная часть А мы Рисуем Допустим Углы Склонения Горной породы То есть Если видны Допустим Слоистость Мы можем Вот это Слоистость Если видна Блочность Мы можем Вот это Зарисовать Блочность Потому что Иногда Фотография Она все равно Немножко Не допередает Вот этой Картинке Естественной На левой стороне Нашей Зарисовываем Это рисунок Если делаем Фотографию Здесь же Мы пишем Фото Из фотокамеры Мы выписываем Ее номер То есть Чтобы конкретно Потом знать Какая фотография Соответствует Вот данному Обнажению Вот После того Как мы Описали Производим Отбор Образцов Значит Классический Отбор При геологосъемочных Работах Это Вот Образец Можно так сказать Вот это будет Самый большой Образец То есть Первый Главный Образец Это Образец Который Вот нам Представляет Горную породу То есть Чтобы Мы могли Вот По нему По вот этому Образцу Описать его Сделать его Описание Внешнее Именно Той горной Породы Которой Мы Отобрали Потом Берется Чуть Поменьше Дублирующий Образец На тот Случай Если мы Потеряли Главный Образец Берется Третий Образец На Шлиф То есть Для изучения Под микроскопом Его Потом Отдают В Шлифовалку Где И он Истирается До Тоненького Тоненькой Пластинки Которую Наклеивают На стекло И дальше Под микроскопом Под проходящим Светом Изучают Микроскопические Уже Детали Этой горной Породы И Берется Примерно С кулак Мелкие Образцы Желательно Ну не образцы Мелкие кусочки Так вот Горной породы Наиболее Свежий Так сказать Без всяких Вот таких Каемленности Изменений Вот Для аналитических Исследований То есть Потом В Уфу Когда мы В институт Возвращаемся Вот этот Можно так сказать Щебень Мы истираем В дробилке До состояния Порошка И уже Передается В различные Аналитические Лаборатории Для Исследований То есть Смотря Какие задачи У нас Преследуются Вот Для того Чтобы Также Можно взять Пробу На определение Возраста Для этого Есть Бороздовая Так называемая Проба Когда Вот На нашем Обнажении Мы выбираем Участок Борозды То есть Где-то там Сантиметров Пять Длиной Допустим Метр Мы Зубилом Выбиваем Вот эту Борозду Ее Всю Забираем Также Все это Происходит Описание В институте Дробится И отдается На определение Возраста Ну это Вот Борозда Это для того Чтобы У нас Попали И свежие Участки И измененные Участки Дробится До Крупной Фракции В последующем Эту Крупную Фракцию Смотрят Под Бенолупой Это Микроскоп Для Отделения Кристаллов Можно Ну Более понятно Так вот Скажу То есть Петрограф Сидит Смотрит В этот Микроскоп Смотрит Вот этот Песочек Который Получился Из этой Породы И выбирает Оттуда Кристаллы Циркона Эти Цирконы В дальнейшем Передаются В аналитическую Лабораторию Которая Занимается Определением Возраста И Вот По Этим Кристаллам Циркона С помощью Различных Методов Определяют Возрастные Интервалы Для Данной Горной Породы Какая Точность Точность Ну Это Такое Критерий Как бы Расплывчатый Ввиду Того Что Цирконы Они Могут Образовываться На Разных Этапах То есть Некоторые Цирконы Образовались В момент Когда Горная Порода Вот Здесь Изливалась Или внутри Горной Породы То есть Кристаллизовались А некоторые Кристаллы Циркона Они Могли В магматическом Очаге Присутствовать И подняться Вверх То есть И вот У Аналитика Который Занимается Определением Возраста Вот Эта Тонкая Грань Определить Какой Циркон Материнский Вот Определился Именно В тот Период Когда Эта Горная Порода Сформировалась Это Можно Сделать Это Можно Сделать Но Для Этого Нужно Быть Специалистом Именно В этом Деле Потому что Геология Она Обширная А циркон Во всех Есть Породах Или Только В магматических Породах Про это Говорим Про Определение Именно Таких Пород То есть Именно Возраст Магматических Горных Пород Для Них Можно Один Из Методов Это По Циркон Существуют Другие Методы Определения Возрастом Но Все Они Даже И Как бы Определение Под цирконом Это Очень Дорогостоящее То есть Для того Чтобы Российскому Геологу Вот так Встать Прийти На гору Карандаш Я Отобрал Горную Породу Взял Пробу Пойти И Определить Возраст Горной Породы Ну Это Порядка Несколько Сотен Тысяч Рублей Может Быть Одно Определение Стоить Поэтому Тут Не Всегда У Геолога Есть Такая Возможность Так В итоге Вот Смотри Люди Говорят Что Это Самая Древняя Гора На Планете 4,2 По Максимальной Оценке 3,7 По Усредненной Но Это Даже Не Самая Древняя Но Нет Это Ж Не Гора У Нас Самая Древняя Это Горная Порода Которая Здесь Присутствует Они Могут Быть Согласно Вот Тем Датировкам Которые Сейчас Есть Быть Одними Из Самых Древних На Наших Планете То есть Если Мы Берем Возраст Образование Нашей Земли В 4,5 Миллиарда Лет То Естественно За Этот Период На Земле Мало Горных Пород Возраст Которых Больше 3 Миллиардов Лет Откуда Они Делись На этой Горе Получается Вот Это Уже Более Такой Серьезный Вопрос То есть Условно Предположим Так Что 3,5 Миллиарда Лет Там Назад Была Некоторая Суша В которой Внедрились Магматические Горные Породы Состав Ихний Близок Габра Диорит Это Ну Самые Известные Можем так Сказать Базальты Близкие К базальтам Подожди Ничего Непонятно Была Ты Суше Суше Что Внедрилось Вулкан Грубо говоря Извергается Вулкан Но он Извергался Под землей То есть Магматические Горные Породы Бывают Эффузивные Которые Излились На поверхность В виде Вулканов В виде Трещин Изливаются А есть Еще Интрузивные То есть Те Которые На поверхность Не изливаются Но они Под землей В Литосфере Можно так Сказать Формируют Большие Магматические Так сказать Объекты Все Известные Допустим Граниты Это В основном Интрузивные Как раз Массивы Так Получается Вулкан 3,5 миллиарда Лет Назад Извергся Извергся Под землей Да Извергся Под землей Давай Вот эту Историю Этого Камешка Можем Да Ну Можно Да Вот Вот он Извергся Точнее Внедрился В земную Часть Земной Коры Вот В виде Какого-то Массивного Тела И Застыл Кристаллизовался В этот Момент У него Как раз Образовались Кристаллы Там Циркона Вот этих Клинопероксенов Все что Вот основные Породы образующие И в дальнейшем Он вот здесь Вот сидел Спустя Какое-то время Это получается Там у нас 3 миллиарда лет Прошло Наступил Этап Пермский Период Когда у нас С востока Двигалась Западно-сибирская Плита С запада Навстречу Ей двигалась Восточно-европейская Плита И В результате Ихнего Столкновения Они Схлопнулись И образовались Уральские горы И как раз Ну и 250 миллионов Лет назад То есть он там Пролежал Почти 3 миллиарда лет Да Даже больше Вот И Вот этот массив Он просто-напросто Был Вытолкан Выдвинут На поверхность В результате Вот Столкновения Двух Вот этих Элитосферных плит И вот он здесь Остался То есть вот здесь У нас вокруг него Были уральские горы Потом происходили Процессы Денедации Разрушения То есть уральских гор Там 100 миллионов Лет назад Возможно этот участок Тоже там вместе Там немного погрузился И Если мы берем Опять вот наш Пятый этап Образования уральских гор Когда именно Процесс горообразования Когда у нас Вертикальные Силы действовали На Урал Он опять Был поднят На поверхность Вот он здесь У нас В виде горы То есть Это вот Так сказать Остаток Той Древней породы Который Заключен Был Вокруг Более молодых Горных пород И Он как Ну Некий субстрат Вот Если мы Возьмем Не знаю Даже с чем Там сравнить Ну просто Какое-нибудь Пирожное И вот мы В него Погружаем Клубничку Старую Старую Очень старую Старую Да Засушенную Клубничку Клубничку Да Примерно Так Вот так Друзья Сплошное Разочарование Гора Новая Но Клубничка А точнее Израндит В ней Старые Раскиданные Он Он вам Расскажет Все Если Поетесь С ним Это На самом деле Очень круто Поселок Магнитка И рядом С ним Есть Громадные Разломы В земле Быстренько Посмотрим Травешком Глаза Панис Расскажет Откуда Они Произошли Я думаю Это будет Интересно Друзья Вот Такие Глобальные Катаклизмы Может Устроить На отдельной Взятой Вершинке Человек Посмотрите Какие Гэт До 170 Метров Глубина Вот этих Трещин На горе Панис Ты вроде Интересовался Более Предметно Что здесь Произошло Расскажи Магнитский Разлом Это Антропогенный Объект То есть Деяние рук Человека Это Не Природное Здесь Недалеко Расположены Месторождения На котором Добывали Титаномагнетит Основная Руда Это титан Добыча велась С поверхности Но постепенно Рудное тело Круто падающее Оказалось Выяснилось В ходе Разработок Угол Падения Рудного тела 83 градуса Составляет Почти Супер Вертикально Это вот Ток Залегал Магнитит Да Именно Рудное тело И оно Уходило В глубину Начали Проходить Сначала Штольными И в какой-то Момент Руководство Решило Что углубляться Очень дорого Мы проведем Буровзрывные Работы Схлопнем Получается Рудное тело В одно место И в дальнейшем Отработаем Все дело Карьером Но в результате Взрыва Гора Располовинилась Пополам Образовались Вот такие вот Зияющие Разломы Почему так произошло Так и не понял Почему так разломилось Произошел взрыв Видимо Горные породы Находились В стрессовом состоянии В результате Этого взрыва Просто-напросто Произошло Вот так вот Гора была Она в стрессовом состоянии Пиковом Здесь произошли взрыв И просто-напросто Разломило Трестнуло Да Она Гора Как бы Разломилась Разломилась Как арбуз Да Как арбуз И вот У нас здесь Зияющая Трещина Она тянется Именно вдоль Горы Ну все Ребята Мы в Уфе Что-то мы так резко Сорвались С этих разломов Что я даже Не записал ничего Полетали Сели Да поехали Ну я надеюсь Вам понравилась Поездка Надеюсь Было интересно Мне было По крайней мере Очень интересно Ну что я могу сказать Давайте вместе Как-то будем Более критично Относиться К информации Которые пишут Прислушиваться К ученым А не К каким-то там Товарищам Которые используют Слова Возможных Место силы Самые древние И тому подобное Это все Конечно Звучит красиво Но к реальности Не имеет никакого отношения И в 21 веке Я думаю Что образованные Цивилизованные люди Должны все-таки Строить свои суждения На научных данных Это не только Правильно Но и почетно На мой взгляд И да Мы проехали 700 километров Ради этого видео Если вам понравилось Не забудьте поставить лайк И нажать колокольчик Спасибо 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 за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому